Полоумный сказочник Григорий Родченков, удивительные сказки которого стали основой для масштабных санкций против российского спорта, выдал обжигающее интервью каналу CBS. Родченков теперь участник программы защиты свидетелей, поэтому лицо у него новое, мясистая такая харя. Кстати, неясно, почему он теперь не негр, гей преклонных годов, почему он не яркая женщина, нет ли здесь расизма, нет ли здесь шовинизма. На новое лицо перед интервью наложен килограмм грима, чтобы в кадр можно было посадить вообще кого угодно, лишь бы умел вещать с русским акцентом и был способен заучить роль. Благо, нового в сказках Родченкова не так уж много. Набор баек примерно тот же, что и раньше. А байки такие. Во-первых, лично Путин пытается заставить его замолчать. Повсюду рыщут свирепые русские убийцы. Во-вторых, ФСБ в Сочи подменяло пробы через дыру в стене, спрятанную за мебелью. Пять из тринадцати золотых медалей в Сочи были завоеваны русскими атлетами только благодаря дырке в стене. Ну, кто в этой байке дебил? ФСБ или люди из МОК и ВАДА, готовящие мегапробирки и принимающие помещения? Неясно. Ну, зато зрителя точно держат за слабоумного. Бутылки с пробами, закрытые особо хитрыми пробками, вскрывали в ФСБ неведомым Родченкову гениальным способом. Благодаря этому на месте грязных анализов оказывались чистые. И путинские мутанты в который раз показывали сверхчеловеческие результаты. Между делом, Родченков сообщил, что допинг в международных соревнованиях успешно использует более чем два десятка стран. Причём, благодаря методикам, которые разработал лично он, Родченков. Что это за страны, журналиста волнует не сильно. Запрещать им выступления на Олимпиаде, начинать против этих загадочных стран расследование, это вообще никому не интересно. Хотя свидетельствует против них тот же человек, из-за которого сейчас в Корее не вьётся российский флаг и не звучит российский гимн. Выражать сомнения в профпригодности верхушки МОК и ВАДА, которые подобное якобы допускают, журналист тоже не торопится. Задача у сюжета совсем другая. Вот Международный суд в Лозанне оправдал 28 отечественных спортсменов и ещё 11 смягчил наказание. Что делать? Как быть? Ну, не признавать же свою предвзятость и русофобию. Гораздо лучше поднять новую волну вони, чтобы накалить обстановку на Олимпиаде, чтобы каждый русский был там под тройным подозрением, чтобы смеялись в лицо, чтобы плевали вслед. Удивляться не надо, всё как всегда. Кстати, если кто не знает, Родченков стал главным героем документального фильма «Икар». Фильм настолько прекрасен, что в этом году будет номинироваться на Оскар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова